Сегодня в Вестнике Северодвинска Итоги недели пострадало с десяток автомобилей Ветер валит деревья на транспорт и линии электропередач Вижу начало падать дерево, успел назад дать Хорошо машину не заглушил Ну а сзади проезжал ученик и вот попал в него Не были дома 12 месяцев Сегодня ровно год трагедии на Ленина-5 А сейчас смотрите как, никто ничего не смотрит Окна разбили, хоть и вещи там Да не мои, ладно Лучше не ходить, честное слово Новая дорога на труда волнами Что это, оплошность или проектная задумка? Просто, видимо, местные не видели плохой дороги А это отличная дорога, мне нравится А в Архангельске как? В Архангельске, *** На спасение жизни осталось меньше месяца Егор Александров просит помощи северодвинцев 22 раза уже была отложена госпитализация ребенка Вот это третий раз сейчас уже И если на данный момент мы не отправляем ребенка В этом году он вряд ли попадает на обследование Сегодня ровно год со дня трагедии на Ленина-5 В эфире Вестник Северодвинской Итоги недели с обзором наиболее заметных И ярких событий, уходящих с 7 дней В студии Анна Бибикова, здравствуйте Ровно год назад, 24 августа 2012 года В 0 часов 20 минут Обрушилась часть здания на Ленина-5 Жильцам тогда предложили освободить жилье В самое короткое время За 6 часов 20 минут до трагедии Последние обидатели покинули дом За несколько минут Как это было в следующем сюжете Вот моя кровать стояла Вот за стеночкой И рухнула А сейчас смотрите как Никто ничего не смотрит Окна разбили, хоть и вещи там Да не мои, ладно Лучше не ходить, честное слово Сегодня ровно год, как рухнула часть дома Сергея Зенкина С тех пор семья из 10 человек Проживает в маневренном фонде На железнодорожной 46 Сначала заселяли на лесную 42 Не смогли открыть дверь Так и оказались в благоустроенной трешке Мебель, холодильник, детские игрушки Все осталось на Ленина 5 Два часа мне на выезд дали Собрать вещи Представьте себе, что я за два часа там заберу Шкаф успел Шкаф успел, да На кухне Это самое Я год попользовался Кухонную мебель Заказал Я ее разобрал тоже Привез, вот она, детали Детали, будем так сказать Негодность Ну вот куда ее, а? Ну вот так на полу Трещины на доме стали увеличиваться 17 августа 2012 года Еще раз Вообще свободно проходит К вечеру по всей высоте здания разлом стал с ладонь Управляющая компания взяла пробы кирпичной кладки и раствора Спустя шесть суток комиссия по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций Приняла решение расселить дом Визуальное обследование провели специалисты стройэкспертизы Спустя еще один час жильцам предложили в самое короткое время освободить квартиры И переехать в муниципальный резервный фонд на юбилейную 25 В расселении помог Севмаш В ноль часов 20 минут стена дома обрушилась По словам очевидцев, сложилась как карточный домик За считанные минуты до этого свои квартиры покинули последние жильцы Мы невернее хотели ночевать Мама хотела переночевать Вон у нас квартира с пятого на четвертый съехала Верхняя у вас, да? Да, двери открытые Далее оперативные совещания Вынос оставшихся вещей и переезд Жилье предоставили собственникам и нанимателям Всем выплатили по 20 тысяч рублей За год решили и судьбу трагичного здания Дом снесут На его месте возведут такой же Необходимо около 200 миллионов рублей Мэр Северодвинска подписал письмо в адрес президента Российской Федерации Аппарат президента направил это письмо в соответствующее министерство И будет принято решение о финансировании строительства За год, прошедший с момента трагедии В городе визуально обследовали все сталинки Это 142 дома 40 из них вызывают опасения На комплексное обследование нужны 120 миллионов рублей Анна Бибикова, Александр Осенков, Виталит Трапезников, Вестник, Северодвинска Количество звонков спасателям и в аварийную диспетчерскую службу Перевалило за сотню Штормовой ветер повалил с десяток деревьев А они машины и линии электропередач Помощь понадобилась и троим подросткам Их на лодке шквалистый ветер унес от берега К счастью, на сушу их вернули За бустом стихии наблюдала наша съемочная группа Реакция водителя спасла ему жизнь Владелец ВАЗ-2112 припарковался в карман Напротив 32-го дома по проспекту Ленина Увидев падающий на его машину громадный тополь Без промедлений включил заднюю передачу Выехав на проезжую часть, вырезался в иномарку джили Дерево накрыло оба автомобиля Оборвало линии электропередач и уронило столб К счастью, никто не пострадал Вижу, начало падать дерево, успел назад сдать Хорошо, машину не заглушил Ну а сзади проезжал ученик и вот попал в него И все А сильный удар был? Или так показательнее только задел? Нет, я даже не почувствовал, если честно Сильный удар был? Сильные повреждения у автомобиля? Удар это вроде не сильный, а просто дерево повезло Видишь, какой он С изгиба вот так был Его бы вообще могло придавить И надо было тоже Приспорить А спасатели еще не подъехали? Нет, не дозвониться, я звонил Спасатели сегодня перешли на усиленный режим работы Количество звонков в службу перевалило за сотню К примеру, во дворе на Ленина 32 Тополь упал на автомобиль марки Тойота Попутно оборвав провода Такой же случай произошел напротив мэрии Под массивной кроной оказалась припаркованная калина Не повезло водителю на Советской 32, правда, его 99-я в данном случае спасла от разрушения целый дом Обрывов проводов очень много, не успеваем справляться, как видите Погода не позволяет, очень сложно А сколько вообще, ну, 10? Да нет, больше, десятка уже обрывов, больше, намного Сегодня много аварий уже связанных с органами? Ну, я бы не сказал, что это авария, скорее всего, повреждения транспортных средств Но уже на данный момент около 18 штук Специалисты настоятельно рекомендуют горожанам воздержаться от прогулок по набережной Зрячево И без острой необходимости не покидать свои дома А при передвижении по улице держаться подальше от деревьев и рекламных конструкций В части города отсутствует электричество С разных частей города звонили и Южная, и Индустриальная, и Первомайская, и во многих других частях В основном старая часть Все сообщения граждан будут проанализированы специалистами Как только ветер стихнет, жилищники смогут приступить к аварийно-восстановительным работам Пока же без электричества остается практически треть города Гарантий, что свет вернется в дома сегодня нет, отмечают специалисты Сергей Курбан, Константин Мухин, Семен Самигулин, Вестник Северодвинска На строительство нового дома на проспекте Победы муниципальный бюджет выделил еще 17 миллионов Решение приняли депутаты на сессии горсовета Напомним, на пересечении проспектов Труда и Победы скоро возведут шестиподъездный дом Туда переедут обитатели ветхого и аварийного жилья Новое здание примет из ветхого и аварийного жилья больше 200 северодвинских семей Городскому бюджету удалось выделить 17 миллионов на софинансирование строительства В ближайшее время из вышестоящих бюджетов ожидается поступление 222 миллиона Сегодня народные избранники приняли еще одно важное решение о направлении средств на выкуп дома на юбилейный 25 Там очень большие переговоры шли, администрация города Северодвинска с генеральным директором СССР Сегодня принято решение, что будут выкупаться долями У нас в бюджете появилась возможность, какую-то сумму мы ее выделим Сейчас в этом здании по-прежнему живут собственники квартир на Ленина 3,5 Дом принадлежит Объединенной судостроительной корпорации Согласно договору, муниципалитет теперь будет рассчитываться с предприятием 3 года Всего необходимо выплатить 234 миллиона рублей Первый взнос города – 13 миллионов Кроме того, дополнительные средства сегодня получили северодвинские учебные учреждения Всего на ремонт помещений и оформление фасадов школы и детские сады получили 1 миллион 326 тысяч рублей Северодвинские депутаты сегодня подняли и вопрос формирования в городе так называемого дорожного фонда Этого потребовало постановление правительства Теперь строчки о ремонте дорог не будут гулять по разным статьям бюджета По предварительным расчетам, в Северодвинску из области будет выделяться порядка 50 миллионов рублей ежегодно Все, что дополнительно, исходя из возможностей бюджета местного Это будет в бюджете отдельная строка, дорожный фонд И все виды работ, все статьи по отдельным видам будут аккумулированы в этом разделе бюджета И можно четко будет сказать, какой объем финансирования идет на наши городские дороги Уменьшается, увеличивается объем То есть для горожан это будет понятнее, конкретнее и прозрачнее Не забыли народные избранники и о печально известных в нашем городе домах 700 тысяч рублей депутаты направили на разработку проектно-сметной документации Для укрепления здания на Первомайской 9 и 571 тысячу на ремонтные работы на Беломорском 9 Наталья Аскерко, Семен Самигулин, Вестник Северодвинска Кстати, эта сессия городского совета стала заключительной в работе 4-го созыва В следующий раз народные избранники соберутся уже в обновленном составе после выборов 8 сентября И к другим темам, на этой неделе в городе стартовал капитальный ремонт домов Преобразятся здания на профсоюзной 2А, Ленина 33 и 19, Лесной 52, Советской 54 Об этом и в других не менее важных событиях в рубрике «Коротко» Пять северодвинских сталина капитально отремонтируют к осени Дома попали в программу фонда содействия реформированию ЖКХ Это здания на профсоюзной 2А, Ленина 33 и 19, Лесной 52 и Советской 54 В общей сложности на капремонт из бюджета всех уровней потратят 44 млн 246 тысяч рублей Из них 15% – это доля собственников В домах отремонтируют фасады, кровлю, подвальные помещения, установят приборы учета Закончить капитальный ремонт всех пяти домов должны в ноябре А сама программа помощи фонда содействия ЖКХ продлится до 2016 года В треть северодвинских домов вернулась горячая вода Подключение в нашем городе началось на 10 дней раньше срока Первыми тепленькую в кранах ощутили большинство жителей острова Ягры, улицы Юбилейной В отдельных домах улицы Железнодорожной и Старого города В общей сложности энергетики подключили 35% жилых зданий По графику, согласованному с городской администрацией Крайний срок, когда горячая вода должна вернуться в краны – 30 августа Полиция просит помощи Напомним, 20 августа в Архангельске в Урне был найден труп новорожденного Предположительно, ребенок появился на свет за сутки двое дошокирующей находки Труп находился в матерчатой сумке, в нее был вложен полиэтиленовый пакет К убийствам могут быть причастны двое Женщина на вид 30-35 лет, рост около 170 см Волосы темного цвета длинные и могут быть собраны в хвост Была одета в темные джинсы, куртку черную, поверху области поясницы Повязана кофта, похожая на толстовку Лицо у женщины опухшее, цвет кожи лица красноватый Брови широкие и темные, в форме дуги Мужчине на вид около 40 лет, рост примерно 175 см Был одет в серые мятые брюки, свитер такого же цвета с рисунком в виде ромбов С вырезом в области шеи Волосы светлые, короткие, брови светлые, глаза предположительно зеленого цвета Всем лицам, которые могут помочь следствию, просьба обращаться по телефону, который вы видите на экране Эту дорогу еще не сдали в эксплуатацию, но у водителя она уже получила неоднозначную оценку Рулевых смущает волнообразность нового полотна на проспекте Труда Что это оплошность или задумка проектировщиков, выясняла наша съемочная группа Специальную дорогу для корабелов построили в Северодвинске, похожую на морскую волну Так автолюбители шутят над отремонтированным проспектом Труда Дорожное полотно длиной в 1170 метров еще не сдали в эксплуатацию Зато из салонов авто на него уже сыплются нарекания Меня, как говорится, машина раз, на почке вот прыгнула и вниз Значит, ликовая, понятно, она как бы малый вес Автобус, он же каждый раз все глубже и глубже и глубже Через время здесь же такие канавы получатся Потому что каждый раз, если в одном и том же месте подпрыгивать, и под вами яма будет Так же и на дороге Просто, видимо, местные не видели плохой дороги А это отличная дорога, мне нравится А в Архангельске как? В Архангельске, *** Почему асфальт пошел волнами, мы попросили разъяснить в городской администрации Оказалось, это не оплошность дорожников, а задумка строителей Изначально дорога на Труда проектировалась таким образом, чтобы осадки скапливались не на асфальте, а стекали в колодцы Об этом свидетельствует проект Один перелом проходит вдоль дороги, его водители не ощущают, остальные поперек, через каждые 40 метров Вот следующие дожди приемники, вот опять пошел перелом То есть здесь низко, здесь опять высоко, здесь опять воду увели к дождеприемнику Это то, что актолюбители называют волнами? Да, да, это то, что они называют волнами Это, в принципе, идут переломы по покрытию для того, чтобы обеспечить отвод воды к дождеприемнику Они идеально ровные, они идеально гладкие Если мы сделаем ее идеально ровную и гладкую, это будет большая лужа Соответственно, это большой каток Вот для того, чтобы вот это избежать, делаются переломы Как поперек дороги, так и вдоль дороги Ровность дороги мы решили проверить дедовским способом при помощи стакана воды На участке труда от Первомайской до Ломоносова не вылилось ни капли Проэкзаменовать новый асфальт предложили и зампредседателя Всероссийского общества автомобилистов Давайте разгонимся, можем ради эксперимента и побольше разогнаться И никого тут ничего Немножко, если она и двигается, машина, то есть не совсем на месте стоит Не знаю, как это, жалобы могут быть приняты Сегодня, если это назвать, машина ломается, тогда я не знаю Ну, надо в Германию, наверное, ехать Экзамен отремонтированному труда придется сдавать и завтра В обед там соберется предварительная приемочная комиссия В нее войдут подрядчик, заказчик, сотрудники ГИБДД и Всероссийское общество автолюбителей Каждый выскажет свои замечания В течение следующей недели их подрядчик обязан устранить А затем приступить к газонам и тротуарам Анна Бибикова, Виталий Трапезников, Вестник, Северодвинска Более полусотни человек вышли на улицу, чтобы защитить дом от разрушения Жильцы Ломоносова 120 борются со строительством кафе После начала работ в доме появились новые трещины К тому же у собственников помещения не оказалось разрешающих документов Братскую могилу, по словам жильцов, хотят сделать из 16-этажного дома на Ломоносово 120 Четыре месяца назад здесь началась реконструкция бывшего ресторана «Бриз» После начала работ больше полутора тысяч жильцов забили тревогу Был опрос жильцов, они запрашивали разрешение на то, чтобы произвести реконструкцию Общим собранием жильцов им было отказано Мы не согласны с тем, чтобы они проводили здесь что-то, вообще рушили стены Потому что мы беспокоимся за целостность дома Потому что уже они начали работу сейчас вести И в некоторых частях дома жильцы наблюдают трещины Трещины в доме появились на 7, 10, 13 этажах Также на парапете здания Накануне возле дома собралось больше полусотни жильцов Они решили отстоять свой дом и запретить строительство Для этого пришлось даже вызвать полицию А что за рабочие-то? Рабочие, которые работают по подряду ПТА, ЛЕС А у них соглашение, все, документы есть? Документы я приостановил, сейчас у них работы Потому что документы у них не в полном объеме Поэтому работы будут прекращены до выяснения обстоятельств Сегодня на Молносово 120 прибыла комиссия из управляющей организации Вместе с руководителем Вы считаете, что здесь нарушено строительство? Подождите, вы с нарушением производили строительство? С нарушением Вопросов нет Значит, что вы можете обеспечить безопасность жителям этого дома? Значит, мы строительство остановили Я вопрос конкретный задал Вы сможете обеспечить безопасность? Нарушение – это двутавра Она вмонтирована в несущую конструкцию без разрешающих на это документов Управляющие организации пояснили, согласование подписано только на демонтаж витражей Витражи будут продолжаться делать и должны их сделать до 10 сентября Чтобы обеспечить тепловой контур здания Там не несущие эти конструкции А вот на недолго же вибрация, там еще что-то надо Не должно влиять Собственнику теперь предстоит провести обследование несущей конструкции за свой счет После этого станет известно, нужна ли экспертиза В дальнейшем собственников квартир ждет собрание На нем решится главный вопрос Что делать дальше? Дмитрий Фимов, Семен Самигулин, Виталий Трапезников, Вестник, Северодвинска Маленький житель поселка Абазерский просит помощи у северодвинцев Егору Александрову год У мальчика порог развития головного мозга Чтобы назначить лечение, необходимо комплексное обследование В России это сделать невозможно Ребенка готова принять немецкая клиника Стоимость лечения более 600 тысяч рублей Пока собрано лишь 308 тысяч, а времени остается месяц До 30 сентября Егору Александрову необходимо собрать еще 440 тысяч рублей Такова цена жизни малыша Ему всего год, диагноз порог головного мозга врачи выявили недавно Мальчик сильно отстает в развитии и страдает от судорог Российские клиники отказываются лечить ребенка Помочь может только немецкая клиника В ситуации два раза уже была отложена госпитализация ребенка Вот это третий раз сейчас уже И если в данный момент мы не отправляем ребенка В этом году он вряд ли попадает на обследование Это обследование ребенку жизненно необходимо Для того, чтобы подобрать ему правильные противосудорожные препараты Потому что от судорог, с каждым днем увеличивающихся, у него умирает мозг 6 октября Егора уже ждут в Германии Там он пройдет полное комплексное обследование После чего назначат дальнейшее лечение Помочь Егору можно, перечислив средства на карту Сбербанка Или позвонив по телефону 8 960 010 86 58 Спортивные тренажеры приносят пользу физическому здоровью Но жителям Островского 4 наносят психологический вред Взрослые жалуются инвентарь разместили слишком близко к дому Громкий звон железа и детский смех мешают отдыхать им в своих квартирах Эти тренажеры установили на радость детям, но теперь они стали головной болью родителей Громкий звон от качелей, крики и смех детей прямо под окнами Островского 4 мешают жильцам нормально жить Три железных сооружения и игровой комплекс ежедневно оседлают дети со всей округи Жильцы рады такому подарку, но установили, по их мнению, не по нормативам Но непродуманно, стоит он 3-5 шагов от окон, это неудобственно Квартал большой, можно было поставить этот комплекс в середине квартала Я вот живу на первом этаже, невозможно открыть окна Сразу, ну, шумно очень Тем более комплекс такой поставлен, что очень брякает Да, и очень близко, конечно, хочется открыть балкон, а открыть невозможно Жильцы дома утверждают, по нормативам расстояние от площадок до окон жилых и общественных зданий Должны составлять минимум 10 метров Здесь же до дома менее пяти На этом месте жильцы планировали посадить деревья и цветы Впрочем, благоустройстве двора их опередили Тренажеры установили специально по городской программе «Уютный двор» При разработке проектно-сметной документации обязательно учитывается само состояние двора Обязательно учитываются те или иные коммуникации Кстати, эта спортплощадка появилась именно по обращениям самих жильцов Подписи они собирали собственными руками Работы здесь еще не завершены К сооружениям подведут дорожки, появится ограждение Всего в программе «Уютный двор» поучаствуют 25 дворов Поэтому количество счастливых детей увеличится в разы Так что недовольным взрослым придется смириться Марина Хохлова, Виталий Трапезников, Вестник Северодвинска Предлагать темы для сюжетов можете и вы Поделиться с журналистами, наболевшими проблемами Можно в группе ТРК «Северодвинс» в социальной сети ВКонтакте Или на сайте северодвинск.тв Кроме того, в интернете вы найдете самые последние события нашего города и области А в этот день, только в 79 году н.э. Произошло первое и самое страшное извержение Везувия Утром над вулканом, который все считали спящим, поднялось черное облако Сгустки пепла полностью скрыли солнце и наступила тьма На голову падали тяжелые камни Сила извержения была такова, что пепел от него долетал даже до Египта и Сирии Из 20 тысяч жителей Помпеи погибло около 2000 человек Извержение Везувия привело к гибели трех городов Помпеи, Геркуланума и Стабий Не уготовила ли сюрпризы в северодвинская погода, спросим у Александра Азарного Здравствуй, Саша Здравствуй, Анна Небольшие осадки и холодный ветер ожидают нас завтра Небесную канцелярию смотрите сразу после коротких анонсов Далее в выпуске за сутки в огне пострадали пять машин Почему в Северодвинске горит транспорт? Вообще, света ни у кого не было, все спали Когда, видимо, колеса начали взрываться, кто-то начал просыпаться потихонечку Посмотрел новости и стал героем Северодвинец спас умирающую на дереве кошку Да, надо просто приехать, посмотреть, оценить свои силы Почему, кошка сидит пять дней, почему бы не пробовать Я просто уснуть бы не мог спокойно Маше и Медведеву метроли горчица Рэд Рокс посетили пять тысяч зрителей Очень классно Это вообще буря эмоций просто, которые не передать никакими словами, ну честно Громко было? Да, очень О метео и астропрогнозах вам расскажет Небесная канцелярия И вас приветствует наш спонсор Авторадио Северодвинск 25 августа по данным Гизметео в Северодвинске ночью ожидается 12 градусов тепла Днем столбик термометра поднимется до отметки плюс 14 Малооблачно, возможен небольшой дождь Ветер северный сильный, до 7 метров в секунду Атмосферное давление будет расти и к вечеру составит 760 миллиметров ртутного столба Астрологи говорят, что завтра нужно внимательно следить за своим здоровьем Велика вероятность обострения хронических заболеваний День лучше провести в кругу близких людей Общественные мероприятия покажутся вам скучными и неинтересными Вечер лучше всего посвятить построению планов на будущее Но настроение всегда поднимет наш спонсор Авторадио Северодвинск Первое автомобильное радио 103 и 0 FM Улыбайтесь чаще, до свидания Авторадио, первое автомобильное радио Более 20 миллионов слушателей в России Авторадио, слушает Россия, слушает Северодвинск 103 и 0 FM В эфире Вестник Северодвинска, итоги недели и мы продолжаем Очередная бизнес-война или просто случайность Ответ на этот вопрос ищут следователи За сутки в городе сгорело пять автомобилей Сначала вспыхнул один, а пламя задело три соседних Еще одна машина, но уже от столкновения с грузовиком, загорелась ту же ночь на Архангельском шоссе Подробности у Натальи Аскерко Спасать свои автомобили в этот момент побежали жильцы дома на Коновалова-3 Накануне ночью на стоянке во дворе вспыхнул СААП Пламя перешло на соседнюю Шкоду и задело еще два автомобиля Ладу Калина и Шевроле Вообще света ни у кого не было, все спали Когда, видимо, колеса начали взрываться, кто-то начал просыпаться потихонечку И пожарные, когда подъехали, они оттащили эти три машины, которые близко стояли Если бы был ветер, стоянка бы вся полыхала Как выяснили сотрудники спецслужб, СААП почти месяц стоял во дворе Автомобиль в рабочем состоянии, но снят с учета Предварительная причина возгорания – поджог С этой версии согласен и автовладелец Открытых угроз ему не поступало, но и доброжелатели у мужчины есть Так что автомобиль мог стать жертвой бизнес-войны, считают правоохранители Это не бытовые, это не семейные Родственников здесь нет В ходе осмотра были изъяты следы горения с характерным запахом ЛВЖ То есть будет также проведена экспертиза на наличие какой конкретно жидкости В ту же ночь полыхал еще один автомобиль Рено Логан, но уже из-за столкновения с МАЗом По словам очевидцев, девушка неслась по Архангельскому шоссе на такой скорости Что могла не справиться с управлением Водитель скончалась на месте Помочь ей пытались очевидцы, но автомобиль вспыхнул В связи с тем, что это было грузовое транспортное средство и легковой автомобиль То есть легковой автомобиль протащил фактически грузовик на 20 метров То есть достаточно сильно въехав под сам этот грузовик Повреждения автомобиля были, именно легкового, были очень серьезные Повреждения трупа тоже Была ли девушка в состоянии алкогольного опьянения? На этот вопрос ответит только судмедэкспертиза Случай возгорания автомобиля после ДТП у нас в городе за этот год первый А вот воспламенение машин на стоянках огнеборцы насчитывают почти 30 Кстати, пылающий транспорт в нашем городе на втором месте Количественно он превосходит, только пожары в жилых домах Наталья Аскерко, Владимир Богомолов, Семен Самигулин, Вестник Северодвинска Кошка, просидевшая на высокой сосне 5 дней, спасена Напомню, на этой неделе наша съемочная группа выезжала в СНТ Север Там за судьбу загнанного на дерево животного переживали дачники Как только сюжет вышел в эфир, помочь кошке решил житель острова Ягры Не дал животному умереть Сергей Негодяев Сергей Негодяев, как обычно, пришел после работы домой и включил новости Там и увидел историю о попавшей в беде кошке Напомним, в СНТ Север хвостатая просидела на 10-метровой сосне 5 дней без воды и пищи Дачники пытались снять кошку с дерева своими силами, но безуспешно Служба спасения также не располагает техническими возможностями Тогда Северодвинец решил попробовать свои силы и спасти животное Да, надо просто приехать, посмотреть, оценить свои силы Почему, кошка сидит 5 дней, так почему мы не пробуем Я просто уснуть бы не мог спокойно Тогда Сергей отправился в СНТ Север, разыскал улицу и ту самую 10-метровую сосну Переоделся и вскарабкался наверх Там скобы были приколочены вначале А дальше так, с помощью руки, ног забрался Кошку взял за пирку и там уже они растянули покрывало внизу И туда ее, да покрывало Уставший после рабочего дня, житель острова Ягры не поленился и отправился на спасение кошки Когда операция успешно была завершена, у животного объявилась хозяйка Она была в отъезде и не знала о беде питомца Так что закончилась история хэппи-эндом Кошка наконец-то поела, а дачный герой от вознаграждения отказался Кстати, на его счету это уже второй случай спасения животного Марина Хохлова, Семен Самигулин, Вестник, Северодвинска Пятеро заключенных сбежали из колонии Они прихватили с собой оружие и автомобиль На поимку направили десяток бойцов отдела специального назначения УФСИН Сотрудникам пришлось применить оружие Правда, только холостое из колонии строгого режима Дмитрий Ефимов Во время массовых беспорядков из колонии сбежали заключенные Захватили автомобиль и оружие На поимку беглецов направлен отдел специального назначения Сегодня это сценарий показательных выступлений А завтра он может воплотиться в жизнь Свой день рождения празднует отдел специального назначения Управление Федеральной службы исполнения наказания или УФСИН Участвую в специальных операциях на объектах УИС В содержании осужденных, совершивших побег Обеспечении безопасности сотрудников Ну и в многих других операциях и мероприятиях, проводимых УФСИН Свой день рождения бойцы спецназа похвастались физической подготовкой Продемонстрировали приемы рукопашного боя Самым популярным для зрителей стало катание на 12-тонной махине Выстрел Это боевая машина УФСИН Мне понравилось, но ездить на той военной машине Кем хочешь быть вообще? Да поясником не буду Я и так уже работаю, жилетка есть, палка есть, все, работаю Алексей признался, работа спецназа ему тоже понравилась Работники отдела говорят, мечтали об этом как раз с таких лет С детства восхищался военными У меня отец военный Он воспитывался в таком патриотическом стиле И изначально уже знал, что буду военным И, как сказать, неопределенно было, чем свяжу у меня в свою жизнь В таком направлении Но знал точно, что буду носить форму И служить в родине Такой отдел в нашей области единственный В нем всего около сотни человек Существует он 22 года За это время сотрудники спецназа УФСИН Не раз выполняли боевые задачи в горячих точках Многие бойцы признаются, профессия одна из самых сложных Кстати, вскоре бойцов спецназа ждет еще одна командировка Они поедут охранять сочинскую олимпиаду от террористов Дмитрий Фимов, Александр Сенков, Вестник, Северодвинска Чтобы стать участником олимпиады в Сочи Достаточно приехать на фестиваль Red Rocks И принять участие в записи гимноболельщиков На один день этой площадкой Red Rocks-тура стал Архангельск Организаторы подобрали отличный состав музыкантов Маша и Медведи, Муми, Тролль и Украинца-Горчица Бесплатный концерт в парке перед драмтеатром Собрал 5000 зрителей Стать участником олимпийского движения Такая возможность представилась жителям столицы Поморья Архангельск посетил музыкальный фестиваль Red Rocks Он проходит в рамках культурной олимпиады Сочи 2014 На каждом концерте, а состоялось их уже 13 Зрители принимают участие в записи гимна олимпийских болельщиков А вот на такой стене пожеланий каждый мог оставить свое послание российским спортсменам Главное у нас всегда получается так Мы сначала чуть выиграем, раздухареемся, все мы лучше Приезжаем в следующие соревнования и проваливаемся по полной программе Вот на универсиаде в Казани тут все вроде выступили так красиво Главное, чтобы после универсиады не провалиться на олимпиаде На площади перед драмтеатром посмотреть на звезд всероссийского масштаба Собрались не менее 5000 человек Концерт бесплатный, да и посмотреть было на кого Впервые на сцене Red Rocks выступил украинский коллектив Горчица С ним зрители пока знакомы мало, но явно популярность у ребят не за горами Ведь Горчица уже играла на одной сцене с Нелли Фуртадо, Фейтлес и Марчиба Музыканты уверены, Red Rocks поможет привлечь еще большее внимание к Олимпиаде в Сочи Музыка и наркотики это 68-69 год А сейчас музыка и спорт очень связаны друг с другом С каждым годом все больше и больше фестивалей, которые завязаны не на Слушал что-то и весело, как многие фестивали, а спорт, музыка, спорт, музыка Компанию украинской Горчицы составили Маша и Медведи Они совсем недавно вернулись на большую сцену с новым альбомом И вокалистка Маша Макарова выглядела явно окрыленной этим событием Кстати, на одной сцене с музыкантами посчастливилось побывать и их юным поклонницам Очень классно! Это вообще буря эмоций просто, которые не передают никакими словами, ну честно Громко было? Да! Что за песни пели? Любочка! Ирик Явик Если ты будешь плакать, я ухожу Детка, знаешь, я этих жалов не выношу Детка... Хедлайнерами Red Rocks стали мумий-тролль Для своих поклонников Илья Логутенко приготовил сразу несколько сюрпризов в виде новых песен От сегодняшнего выступления жду очередной встречи с Архангельском, в котором мы бываем, может быть, не так часто, как мне лично бы хотелось Вот, что мне кажется, что люди в Архангельске и общий дух города, это очень близок к нам, дальневосточникам Впереди у Red Rocks еще четыре города Тула, Нижний Новгород, Тольятти и Липецк Уникальность фестиваля в том, что за два года Red Rocks тур побывает в сорока городах страны, от Владивостока до Калининграда Финалом тура в феврале будущего года станет яркий концерт уже на Олимпиаде в Сочи Сергей Курбан, Семен Семигулин, Вестник Северодвинска И на этом у меня все, чем удивит нас в следующей неделе, узнаем в понедельник Но не переключайтесь, смотрите кадры о последствиях шторма Обо всем интересном, что происходит рядом, пишите нам телефон для СМС-сообщения 911-550-3008 Или звоните номер 50-3008 А я с вами прощаюсь, до следующих выходных Смотрите нас и все узнаете первое До свидания Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Воскресенье 25 августа в Северодвинске ожидается ветер северный, сильный до 7 метров в секунду Атмосферное давление в течение дня будет расти и к вечеру составить 765 миллиметров артурного столба Облачно, днем возможен небольшой дождь Тип погоды третий, неблагоприятный Температура ночью плюс 12-13, днем от 13 до 14 градусов выше нуля Субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова